События, люди и явления, которые определяют наше время. Я Александр Ефанов. Здравствуйте. Оренбуржья. Вся Россия и весь мир омрачены общим горем. Авиакатастрофа в Подмосковье унесла 71 жизнь. Соболезнования выражают мировые лидеры и обычные люди. О дне траура и скорби миллионов, будем говорить сегодня. Оренбуржья скорбит по погибшим в авиакатастрофе. Трагедия произошла накануне. Самолет Москва-Орск вылетел из аэропорта Домодедово и уже через несколько минут пропал с радаров. Борт Ан-148 рухнул в Раменском районе Подмосковья. На нем находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Уже найдено два черных ящика. Эксперты МАК изучают информацию. Ну и пока что имеется три основных версии. Это взрыв, который произошел в воздухе, ошибка пилота или обледенение двигателя. Но официальная причина пока не озвучена. Ну и напомню, Ан-148 принадлежал саратовским авиалиниям. Уже известно, авиакомпания отказалась от самолетов данной модели. Между тем, Саратов Эйрлайнс в последнее время не раз оказывалась в центре скандалов. И причины были самые разные. Можно ли было избежать произошедшей трагедии, теперь предстоит выяснить следователям. Однако уже сейчас известно, саратовские авиалинии не раз оказывались в центре самых различных скандалов. Услуги воздушного перевозчика довольно часто вызывали нарекания у пассажиров. Компанию штрафовали за различные нарушения. Но самолеты продолжали летать. Саратовские авиалинии весьма часто задерживали рейсы. Отставание от расписания привычное для авиаперевозчика история. Летом прошлого года самолет компании не смог вылететь из Москвы в Пензу. Люди прождали несколько часов сначала в Домодедово, затем еще полчаса просидели в самолете. Однако он так и не взлетел. Тогда командир экипажа сообщил пассажирам, самолет сломан, всем покинуть борт. Вообще технические характеристики и технологии работы саратовских авиалиний часто вызывали бурное обсуждение в социальных сетях. Так, зимой 2017 в центре жарких дискуссий оказалось видео, снятое одним из пассажиров-перевозчика, на котором персонал компании вручную толкает неисправный трап. Кроме того, пассажиры нередко делились впечатлениями после полетов на саратовских авиалиниях. Впечатлениями подчас нелестными для компании. Так, в социальных сетях можно встретить жалобы на непрезентабельный вид судов и ощущения, цитирую, будто находишься на борту кукурузника. Но, как показывает практика, проблемы в компании не только с техникой. В январе прошлого года самолет саратовских авиалиний наехал на погрузчик, стоявший в выделенной зоне для наемного обслуживания. Причиной этого стала ошибка пилотов. В результате полет оказался невозможен. Более 60 человек 2,5 часа ожидали резервного борта. Широкий общественный резонанс летом 2015-го вызвала история, в которой фигурировали 10 и теперь уже бывшего гендиректора компании Игоря Третьякова. Тогда на рейсе «Саратов-Анталия» дочь Третьякова весь полет присидела в кабине пилотов, что является грубым нарушением техники безопасности. Ради сына бывшего гендиректора на полностью заполненный рейс пятилетний ребенок другого пассажира был зарегистрирован как младенец. И весь полет находился на руках у своего отца, освободив место для сына Третьякова. За угрозу жизни 114 пассажиров тогда Игорь Третьяков заплатил штраф в размере 140 тысяч рублей. Вынужденные посадки воздушных судов этой авиакомпании – дело нередкое. Только за прошлый год их было пять. В августе 17-го самолет рейса «Саратов-Геленджик» кружил над городом два часа. Июль – рейс «Уфа-Москва» – индикация технических неполадок. Август – рейс «Киров-Пенза» – срабатывание сигнализации невзлетной конфигурации. Сентябрь – рейс «Киров-Симферополь» – индикация низкого давления масла в двигателе. Октябрь – рейс «Саратов-Минеральные воды» – неисправность двигателя. Ну и наверняка кадры падения самолета еще долго будут всплывать в памяти каждого из нас. Ведь трагедия без преувеличения коснулась всех оренбуржцев. На злополучном рейсе была полная тезка нашей коллеги Екатерины Киселевой. Узнав об этом, Катя одной из первых отправилась на набережную Урала, где вспомнила всех, кто был с нами и кого уже нет. Он должен был следовать из столичного Домодедова в Орск, но пропал с радаров через 4 минуты после взлета. А еще через 20 в сети появились первые кадры обломков самолета. Ан-148 рухнул в Раменском районе Подмосковья. Погибли 6 членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое детей. Самому младшему 5, старшему 17. Почти все погибшие наши земляки – жители Орска, Новотройска, Гая. Об этом стало известно, как только МЧС опубликовали списки. Родственники погибших собрались в аэропорту Орска. Здесь работали психологи, волонтеры, священнослужители, дежурили медики. Сюда же прибыл губернатор области Юрий Берг. Держитесь, дорогие земляки. Я с вами. Я не уеду, пока все не будет решено. Ну, неужели вы мне не верите? Или перестали верить? Где мой брат? Дайте мне его! Отдайте! Отдайте, пожалуйста! Уже известно, семьи погибших, помимо страховых выплат, получат из регионального бюджета по 1 миллион рублей. Только прежде пассажиров рейса предстоит опознать. У родственников уже собрали генетический материал. Борт МЧС доставил пробу ДНК из Оренбуржья в Москву. Экспертиза может занять несколько месяцев. Между тем, больше суток в Раменском работают почти 800 человек и 175 единиц техники. Это и представители МЧС, исследователи и эксперты. Известно, что фрагменты самолета разметало больше, чем на километр. Зона поисковых работ поделена на квадраты, которые детально исследуются специалистами экстренных служб. Предположительно, они продлятся еще как минимум неделю. В Раменском районе введен режим ЧС. Во-первых, поисково-спасательная операция вместе с авиационной катастрофой продолжается в круглосуточном режиме. Мы сформировали оперативные группы, которые работают у нас и в Орске, и на территории Оренбургской области. Оперативные группы работают в Домодедово и там, где необходимо, на территории Московской области. Я попрошу обеспечить поддержку всех родных и близких. В сегодняшний понедельник в Оренбурге объявлен днем траура. Во всех храмах области утра началось с панихиды по погибшим. Здесь поименно вспомнили всех. Оказалось, прерванный полет оборвал жизни совсем молодым людям. Многим не было еще и сорока. 29-летняя Галина Никитинкова летела к бабушке, которая живет в Гае. 27-летняя Ульяна Сон в последнее время жила в Москве и все никак не могла навестить родных. Нашла время, выбралась. 22-летняя Дарья Толмасова была возлюбленной защитникой хоккейной команды «Адмирал» города Владивостока Сергея Ильина. Илья Ставский ехал из Москвы домой, чтобы отметить день рождения с близкими. 11 февраля ему исполнилось 33 года. Среди погибших было немало и тех, кто отправлялся в Орск по служебным делам. Крис Кенте Алексеенко, Екатерина Насырова, Ольга Хохлова работали в колл-центре службы заказов такси. В Орске должны были обучать сотрудников местного филиала фирмы. Гражданин Швейцарии Ульри Клауи летел в Орск в командировку. Он должен был принять участие в запуске новой установки на предприятии Орскнефтьорксинтез. А вот Максим Коломейцев, который уже несколько лет живет в Сочи, 11 февраля, можно сказать, родился во второй раз. Он должен был быть на том самом борту. Он собирался отпраздновать день рождения в одном Орске с близкими. Билеты мужчина сдал за три дня до вылета. Так сложились обстоятельства. В итоге он потерял 10 тысяч рублей, получив второе рождение. Мне позвонил мой друг Алексей, который должен был меня сегодня встречать в Орске. Сказал, что самолет разбился. Все задавали один вопрос, живой или не живой и тому подобное. Ну, как бы это все было. Принимать звонки было, свое день рождения не особо приятно. Там вроде как бы все поздравляли, вот второе день рождения, там должен радоваться. А чему должен радоваться? Что самолет разбился? Ну, у меня точно не до радости. Вместе с Орском сегодня скорбит вся Россия. Скорбит Оренбург со вчерашнего вечера. Жители города несут цветы к памятни Пучкалова на Беловке. Здесь зажигают свечи, здесь молчат. Здесь все еще не могут поверить в то, что произошло. Екатерина Киселева, Максим Максимлюк. Наше время. Еще раз напомню, на борту Ан-148 находился 71 человек. Разные судьбы, истории и, конечно, много планов на жизнь. Давайте вспомним каждого поименно. Субтитры создавал DimaTorzok Трагедия объединила все Оренбуржье. Люди готовы жертвовать последнее. Помогать и словом, и делом. Ужасная, конечно, катастрофа, особенно в начале этого года. Это на самом деле просто ужасно, что столько людей наших и земляков погибло. Это действительно очень печально. Я соболезную всем родственникам погибших. Очень страшно, конечно, оказаться в такой ситуации. Может, каждый из нас. Никто не застрахован от этого. Цены жизни в этот момент тоже как-то ощущаешь, что жизнь семинутная. Надо ею дорожить. Хотя в данном случае они, конечно, не могли это предугадать. Для меня был шок, что именно наши земляки и что там были еще дети. И целые семьи практически погибли. Это, наверное, для близких невосполнимые потери. Никакие там компенсации уже не помогут. Наша коллега погибла. Тут только слезы. Больше никаких эмоций. Нет боли, слезы, страданий. Я не знаю даже, как все это перенести. Я прям желаю людям терпения. Вот это благополучие. То, что такое перенести, это очень-очень тяжело. Не приведи Господь никому. Терпение людям, крепость и дума. Внезапно вообще у нас же таких и не было. Катастрофы-то. Очень жаль людей погибших. Нет, нет. Печально, конечно, что происходят такие события и уносят столько жизней. Нарушает жизненную программу людей, убивает планы. Летаешь постоянно в Москву, из Москвы обратно в Оренбург. И когда ты слышишь такие истории, где-то кажется, что это далеко и не с тобой. И вот тут практически в двух шагах от тебя. Ты понимаешь, насколько все это близко и вообще все, как мы живем, все это зыбко. Мы никогда о них не забудем, все время будем их вспоминать. Жизнь есть жизнь. Надо жить, продолжать. И уметь с этим как-то справляться. Справляться. Справляться, да, справляться. Соболезнования всем близким, родственникам, друзьям выразить. Ну и надеяться, что такого больше у нас не повторится. Трагедия заставила всех нас задуматься, многое переосмыслить и, главное, понять. На том рейсе мог оказаться каждый. Ну а жизнь слишком хрупка и в то же время бесценна. Как бы пафосно это ни звучало. Ну и, конечно, нужно радоваться тому, что мы имеем сегодня, не откладывать задуманное на потом. Завтра можем просто не успеть. На сегодня все. Берегите друг друга и живите в наше время вместе. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok